Божий Завет Мы читаем очень ясную историю, как человечество пришло к своему краху, когда Бог вынужден был уничтожить его потопом. И вот после всего этого Бог рассказывает историю специального восстановления отношений. И это восстановление отношений не хаотичное, оно не просто так получается, как многие люди представляли бы себе. Это отношение регулируется, характеризуется заветом. Вот почему Бог заключает завет с Авраамом. Это 12 глава книги Бытия. В книге Бытия 50 глав. Вот до начала, 11 глава, вернее до 12 главы, до 11 главы объяснено все, что было до того, закладывается фундамент. И начиная с 12 главы и до конца главы, все посвящено тому, чтобы объяснить смысл заветных отношений с Богом. Это очень важно. Почему? Потому что, когда мы говорим о спасении души, когда мы говорим о нас сегодня, верующих людях сегодня, наше спасение – это тоже результат заветных отношений с Богом. Результат того завета, который Господь наш Иисус Христос заключил на Голгофском кресте, заключил между Богом Святым и нами, грешными людьми. То есть это не просто так, люди попросили прощения и Бог попросил. Нет, это договор, имеющий глобальную вселенскую юридическую силу. И этот завет имеет в себе чрезвычайно много важнейших благословений, которые касаются каждого, кто является участником этого завета. Вот почему сегодня Виталий Алексеевич говорил о важности личного благовестия. Мы благовествуем людям не просто, чтобы сделать их христианами. Мы благовествуем людям для того, чтобы они могли узнать о том, что сделал для них Христос на Голгофском кресте, для того, чтобы они стали участниками этого завета. Вот почему недостаточно человеку просто признать, что Бог есть. Вот почему недостаточно человеку просто считать себя христианином. Очень важный вопрос, стал ли человек участником завета, заветных отношений с Богом через Иисуса Христа. Так вот, Авраамов завет, которому посвящено, или описанию которого посвящено, вот много глав, 38 глав или 39 глав книги Бытия, это как бы прообраз, это указатель, который показывает на Новый Завет, который будет, с его тогда точки зрения, должен был быть заключен Мессией, который придет сюда на землю. Так вот, одной из особенностей участия в Божьем Завете является Божье присутствие. Мы часто привыкли к этой фразе, ну, например, мы молимся «Господи, прибудь с нами». Вы молитесь, наверное, так, да? Вы хотели бы, чтобы Бог был с вами? Мы часто говорим о ком-то, о том, что Господь был с ним, или просим, чтобы Господь был с ними. Так вот, когда мы смотрим на Авраамов завет, мы имеем дело с особой формой Божьего присутствия. Ну, во-первых, легко увидеть, что Авраам живет, он движется по жизни, а Бог его сопровождает. Помните, в одном месте Авраам провалил, а Бог поддержал его и помог ему, исправил. В другом месте Бог является ему, в третьем месте Бог разговаривает с ним, в четвертом месте Бог направляет его. И мы видим это присутствие Божье очевидно в жизни Авраама. Что-то подобное видно в жизни Исаака. Помните жизнь Иакова, когда он убегает в Месопотамию, и вот там ночью во сне видит лестницу, и по этой лестнице ангелы восходят и снисходят, и он просыпается и говорит, «Кажется, Бог со мной, а я не знал». Вот это отличие участников Божьего завета. Бог с ними. Если вы читаете внимательно историю Иосифа, то фраза «И был Господь с Иосифом» – это одна из доминирующих фраз в описании его жизни. И это не просто так. Бог коммуницирует, Бог сообщает нам что-то чрезвычайно важное. Что-то, чтобы мы могли помнить и мы могли знать. Иосиф не был совершенным человеком, но он был человеком веры, он был участником Авраамова завета, и это сделало его участником того огромного дела, которое Господь делал через него в том числе. Иосифу, как никому другому, пришлось пережить множество трудностей. Здесь важная деталь помнить, что когда мы говорим о том, что Господь с кем-то, Господь присутствует с кем-то, это не значит, что тот, с кем Господь, будет изолирован, будет свободен от каких-либо форм неприятностей. Очень важно понимать. Помните, когда Иисус Христос принял крещение? И помните, что было после крещения? После крещения написано, он был поведен духом в пустыню для искушения дьявола. Господь был с ним. И Господь повел его в самое сложное место, которое могло было быть тогда. Помните, Христос молится в Гефсимании. И он просит, если возможно, да минует меня чаша сия. Но если нет, пусть воля твоя да будет. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И Господь ведет его на Голгоф. То есть, когда мы говорим о том, что был Господь с Иосифом, или мы говорим, был Господь с вами сегодня, со мной, это не означает, что вы, будучи дитем Божьим, когда вы будете ехать с этого собрания, что вы не попадете в аварию. Или когда вы будете ехать с аэропорта. Или еще в какой-либо ситуации. Это не означает. Это не означает, что не будет неприятностей на работе. Это не означает, что между мужем и женой не будет напряжения. Это не означает, что мы не будем болеть. Но это означает, что Господь будет с нами в этих авариях, в этих болезнях, в этих напряженных отношениях, в этих сложных поворотах судьбы. И вот именно это мы видим в жизни Иосифа. Это чрезвычайно важно. Как мы уже говорили, Иосиф стал наследником заветных отношений, которые Бог заключил с Авраамом. И фактор, который характеризовал его участие в этом, это была вера. Вера, наиболее важный аспект участия в завете, она гармонизирует человека с Богом. Она делает его соучастником того, что делает Бог. Именно в этом смысл фразы «Господь был с Иосифом». По всей видимости, Иосиф знал Бога, боялся Бога и доверял Богу еще с ранней юности. Скорее всего, его научили этому родители. Его отец, который пережил трансформацию тогда у потока, помните, Авок, когда он возвращался из Месопотамии. Его мать, скорее всего. Во всяком случае, его продали в плен в возрасте 17 лет. Он попадает в совершенно чуждую Богу и Божьему Духу среду. Он попадает среди язычников. С ним поступили очень нечестно, очень жестоко. Его с ним несправедливы. И он имеет все основания по-человеческой, чтобы выражать свои претензии ко всем, в том числе и к Богу. Но вот этот 17-летний юноша, находясь в такой очень сложной обстановке, он остается верным Богу. Бог был с Иосифом еще тогда. Это, кстати, один из важнейших вопросов христианского воспитания. Сегодня, когда мы говорим об агрессивной среде, о извращенной культуре, о том, что происходит в обществе вокруг нас, и когда мы говорим о том, как нашим детям, как молодежи выстоять, Иосиф – ярчайший пример. Очень яркий пример, как это происходит. И Бог был с ним. Почему он был с ним? Потому что он стал участником Божьего Завета. В этом наша цель. Друзья мои, наша цель – не просто христианизировать детей. Наша цель – сделать их участниками Божьего Завета. И это происходит не просто символически, когда человека водят в церковь или он принимает крещение. Это происходит, когда в нем или в ней возникает настоящая глубокая вера, которая соединяет его с Иисусом Христом. Как я уже сказал, это не означает, что их жизнь будет свободна от трудностей. Совсем нет. Они живут в пораженном грехом мире, поэтому неизбежно будут сталкиваться со всеми сложностями жизни. Но если их жизнь определяется верой, тогда, став участниками Завета с Богом, они будут искать Божьего. Они будут полагаться на Него, и они обязательно будут победителями независимо от трудностей. Давайте посмотрим теперь на Иосифа и на его жизнь, и на несколько очень важных аспектов того, что происходит с людьми, когда с ними Бог. Самое первое, что мы видим в жизни Иосифа – это успех. Верующие люди – это успешные люди. Правда? Когда мы говорим об успехе, наше представление об успехе очень часто неправильно сформировано. оно формируется под воздействием того, как успех понимают люди вокруг нас. Чаще всего измеряют его в материальной системе координат. Они думают, чем больше у человека денег, чем больше у человека материальных возможностей, чем больше у человека связей, чем больше у человека славы, чем больше человек может себе позволить здесь, на Земле, тем успешнее он. В действительности, это ложное представление. Совершенно ложное представление. Иисус Христос ясно говорит, и то, что Он говорит, подтверждается историей. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих, при этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». То есть Бог понимает успех по-другому. Истинный успех – что-то большее. Истинный успех – это гармония с волей Божией. Истинный успех – это эффективное соучастие в том, что делает Бог в деле Божьем в каждой конкретной точке жизни. Вы знаете, Бог всегда успешен. Бог не может быть неуспешным. Он всегда успешен. И поэтому быть соучастником в его деле означает быть частью его успеха. Вот почему мы уверены в том, что Иосиф был успешным человеком. Писание ясно говорит об этом в другом месте. Иисуса Навина, 1,8. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, помните? Но поучайся мне день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Но это было главное в жизни Иосифа. Будучи верным Богу, доверяя Ему в разных аспектах жизни, Иосиф был эффективен во всем, что он делал. Он был успешным слугой, а потом успешным управляющим в доме Патифара. 39 глава, помните? «И был Господь с Иосифом». Он был успешен в делах. И жил в доме Господина своего. Вот этим, друзья мои, всегда отличались крестьяне. Не все христиане высокообразованы. Не все христиане имеют какие-то особые степени в своем профессионализме. Но все христиане, все настоящие христиане всегда от души, как для Господа, делали свое дело. Это то, что мы видим в жизни Иосифа. И был Господь с Иосифом. И он был успешным в том, что он делал. Он делал честно. Он делал от души. И Господь наполнял его способностью. Кто-то может быть слесарем. Кто-то может быть инженером. Кто-то может быть доктором. Кто-то может заниматься какими-то научными исследованиями. И все эти люди, живя от души, как для Господа, они получат успех. И увидел Господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Вот еще одно отличие верующего человека. Когда он успешен, люди вокруг него понимают, что это Господь сделал. Верующий человек подчеркивает это. Верующий человек не себе очки набирает. Верующий человек не себя превозносит. А верующий человек живет так, что окружающие его люди понимают, что его успех от Господа. Он говорит об этом. Он ведет себя соответствующим образом. Это успех от Господа. Посмотрите, интересно еще раз, что Патифар увидел, что Господь с ним. Вы знаете, почитайте биографии людей веры. Есть множество книг, которые об этом пишут. И вы увидите пример за пример. Я совсем недавно перечитал книгу Георгия Петровича Винца «Евангелие в вузах», в которой очень много подобных историй. У нас в магазине есть книга о Ивана Адамовиче Пунке «Помни весь путь твой». Почитайте эти истории. Совсем недавно вышла книга «Солдаты». Андрей Спац написал. Он пишет там о службе в армии. Есть книга «Пленник книги» Алексея Ивановича. Этот список можно продолжать. И вот в каждой из них вы найдете подобные примеры. Когда верующий человек, живя для Господа, будь он в тюрьме, будь он где-то в преследовании, будь он в армии, будь он в каком-либо другом месте, люди окружающие видят, что Господь с ним. Когда попал Иосиф в тюрьму, Господь дает ему успех там. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице и во всем, что они там не делали. Он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом и во всем, что он делал, Господь давал успех. Вот мы представляем так, что успех у Иосифа был бы в том, чтобы ему выйти из тюрьмы. Но у Господа другой путь. У Господа был план провести его через тюрьму, но находясь в тюрьме, он имеет успех. Умеет успех. Почему? Потому что Господь с ним. В 41-й главе мы подходим к развязке, к этой очень интересной части ее истории. Через два года после освобождения Виночерпия фараону приснился сон. Давайте почитаем 41-ю главу. По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров худых, хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз, вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло семь колосьев тощих и сушенных восточным ветром. И пожали тощие колосья, семь колосьев тучных и полных, и проснулся фараон, и понял, что это сон. Фараон, утром смутился дух его, он послал и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараон. Обратите внимание, всем руководит Бог, у Бога есть свое время, это наступило не раньше, не позже, по прошествии двух лет. Здесь множество факторов, Бог работает с Иосифом, есть определенная работа с его душой, Бог работает с фараоном, Бог работает с семьей Иосифа, которая осталась там в Палестине, Бог делает свое дело, и когда на его часах сходятся все точки в один пункт, и вот в этой точке начинается действие, и заметьте, Бог посылает сон, и Бог приводит этого человека, фараона, в смущение. Помните, что-то подобное происходило во время Мордахея, когда царь Артаксеркс вдруг видит сон, вернее, не сон, а наоборот, отнял Бог сон, и он смотрит и вспоминает о том, что вот один человек, который помог ему, ему не воздали славу, не отблагодарили, и этим человеком оказывается Мордахей. Что-то подобное в жизни Даниила было, если вы помните, когда это был сон у Навуходоносора. Так вот, после того, когда фараон в смущении ищет ответа на свои вопросы, это заставляет виночерпия, который забыл, вспомните бы, Иосиф, 9 стих. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне». Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей, и снился нам сон в одну ночь, мне и ему. «Каждому снился сон особого значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей, мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам, каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». 14 стих. «И послал фараон, и позвали Иосифа, и поспешно вывели его из темницы». Вот здесь вот точка успеха. То есть, когда мы говорим об успехе Иосифа, как я уже сказал, нам кажется, нам хотелось бы, мы читая эту историю, как виночерпий, хлебодар, имели сны, Иосиф остолковал, Иосиф просит виночерпия, вспомни обо мне, тот забывает. Освободился, живет своей жизнью, забыл. И нам кажется, вот как несправедливо, вот в каком тяжелом состоянии находится Иосиф. Но если бы это произошло, Иосиф, скорее всего, вернулся бы домой. Если бы его освободили в то время. Он вернулся бы домой, его не было бы уже здесь. Но Бог держит Иосифа именно к этой точке. И посмотрите, и поспешно вывели его из темницы. Для чего? Потому что именно здесь начинается важнейший период жизни Иосифа, который не просто является успехом для него, который является успехом для его семьи, и который является успехом для гигантского Божьего плана искупления. Нам часто непонятно, почему эти два года. Нам часто непонятно, почему 13 лет, вот с момента, когда Иосифа продали в рабство, до вот этой точки проходит 13 лет. 13 лет несправедливости. 13 лет ups and downs. То есть вот-вот, кажется, поднялся, бах, и опустился еще ниже. Вот надежда появилась, и опять разочарование. Но человек, с которым Бог, человек, который является участником Божьего завета, он стабильно проходит все вот эти ups and downs. Почему? Потому что он точно знает, что Бог ведет его к успеху. И этот успех определяется Богом. Несколько вещей, которые помогают нам лучше понять успех Иосифа и успех каждого, кто является участником Божьего завета, мы раскрываем в следующем тексте. Следующий элемент, который очевиден здесь, это Божье водительство. Вот это и есть успех. Что это такое? Люди, которые знают Бога. Люди, которые стали христианами по-настоящему. У них есть доступ к Божьему откровению, которое абсолютно точно, которое абсолютно авторитетно, и которое, подобно прочному якорю, держит их здесь на курсе в жизни, независимо от всех волнений в окружающем их мире. Вот это чрезвычайно важная истина. Многие христиане не знают этого. Многие не практикуют. Многие не пользуются этим. Они, в общем-то, знают, что есть Божье Слово, но оно не служит для них вот тем источником незыблемого авторитета. Когда приходит Иосиф перед фараоном? Ему 30 лет. Он узник. Он вот еще утром сегодня был в тюрьме. Еще сегодня утром он не представлял о том, что будет дальше. Он думал, что так же и будет и следующее утро. Там он будет встречать в тюрьме. Вот сейчас вдруг он появляется перед фараоном. И появившись перед фараоном, он появляется как человек абсолютно уверенный, абсолютно твердый, человек, который знает, что происходит, в отличие от всех остальных окружавших его людей. Посмотрите, 15 стих. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Смотрите, что говорит Иосиф. И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараона». Вот это убежденность, которая есть у Божьих детей. Божьи дети, участники завета, они точно знают, что у Бога есть ответ. Этим они отличаются от таких «вилы, нилы, вышивоши» христиан. То есть христиан, которые только по названию христиане, поверхностные христиане, которые, в общем-то, культурные, социальные христиане. Верующий человек, он точно знает, что Бог говорит, и у Бога есть ответ для нашей жизни. Именно это дает Иосифу силу. И заметьте, он подчеркивает этот чай, когда фараон его произносит, превозносит, Иосиф говорит, «Не-не-не-не, это не мое. Мне славы не надо. Это не мое». Почему он так делает? Потому что он-то ясно понимает, что источник вот этой стабильности, твердости, авторитета – это не его ум. Это не его гениальные способности. Вот откуда вот эта смиренная убежденность, уверенность глубокая. Он несколько раз подчеркивает, посмотрите, 25-й сет. И сказал Иосиф фараону, «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараон». Он опять ссылается на Бог. Он разговаривает с человеком, который далек от Бога, язычник. Но он говорит с ним так, как будто ясное, и для него это ясно в действительности, что вся реальность определяется Богом, и только Богом. Дальше он рассказывает значения. Семь коров хороших – это семь лет. Семь колоссев хороших – это семь лет. Сон один. Семь коров тощих и худых, вышедших после тем – это семь лет. Также семь колоссев тощих и высушенных источным восточным ветром – это семь лет голода. Вот почему я сказал фараону, «Бог сделает то, что показал фараону». Иосиф говорит твердо, он говорит убежденно, он говорит совластью. Интересно, что он не заискивает перед фараоном, он не говорит здесь, он не подходит и говорит, «Знаешь что, фараон, сначала давай реши вопрос моей свободы, а потом я истолкую тебя. Вот смотри, меня оклеветали, меня один раз продали братья несправедливые, здесь я попал, меня тоже так вот ни за что посадили. Давай мы разберемся с этим вопросом, а потом тогда реши». Для Иосифа это не является фактором. Он говорит от лица Божьего, и он говорит о том, что Бог говорит этому конкретному человеку. 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». То есть уверенность Иосифа в Слове Божьем настолько прочная, что он не только объясняет значение сна, но он дает конкретные рекомендации. Для него это настолько реально, что фараон, он впечатлен этим. Смотрите, Иосиф говорит, «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской». То есть он дает конкретные рекомендации, исходящие из этой действительности. «Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараонов в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Вот в этом удивительная сила людей, которые живут с Богом. Они знают Бога. Они знают Божье Слово. Они точно знают, что Божье Слово – истина, как бы над ним не измывалась культура. Как бы это слово было непопулярным вокруг. Как бы люди вокруг не смеялись и не унижали Божье Слово. Верующие люди, они уверены в Божьем Слове настолько, что они практически действуют, исходя из этой реальности. Эта уверенность прочная, непоколебимая, но вместе с тем она мягкая, она не дерзкая, она не вызывающая. Именно так было с Иосифом. Будучи абсолютно уверенным в истинности Божьего откровения, он дает фараону рекомендации, которые необходимы для защиты страны, для защиты мира даже от надвигающейся угрозы. Это особенно важно в наше время, друзья. Потому что сегодня мы живем в век, когда происходит массированная атака против Божьего Слова, против авторитета Божьего Слова, против места Божьего Слова вообще в жизни. Сегодня люди готовы терпеть христианство, которое лишено авторитетности, лишено ясного Божьего провозглашения, ясной Божьей истины. Это очень важно. Люди сегодня, они внутри противятся всякому намеку на то, что Божье Слово имеет вес, имеет авторитет. Вместе с тем, друзья мои, люди находятся в глубочайшем смущении. Вот эти все люди, которые утверждают человеческий разум, поднимают человеческую культуру, все эти люди, они находятся в величайшем смущении, и когда они встречаются с кем-то, кто уверен в истинности Божьего Слова, это не просто шокирует их, а это внутри показывает им, для того, чтобы эти люди действительно знают, куда они идут. Здесь есть еще один очень важный фактор. В нашем время пророков в том смысле, в котором мы видим Иосифа, нет. Иосиф имел прямое Божье откровение. Бог говорил напрямую с Авраамом, Бог говорил напрямую с Иаковым, мы видим, Бог говорил напрямую с Иосифом. Но посмотрите, если посмотрим на всю историю, так было не всегда. Бог говорил через пророков только в ключевые, наиболее важные периоды истории. Вот после того, когда мы прочитали эту историю с Иосифом, и потом 430 лет, ничего нет. 430 лет нет ни одного проявления, чтобы Бог говорил напрямую с людьми. Через 430 лет Бог говорит с Моисеем. Наступает другой критический, ключевой период, когда народ израильский выходит из Египта. И так мы видим дальше на протяжении истории последнее мощное проявление Божьего пророческого действия, мы видим во время Иисуса Христа и основания церкви. Когда Господь говорит, открывает себя через апостолов, когда через новозаветных пророков, мы видим, как это было необходимо для того, чтобы была написана Библия, была завершена Библия, чтобы была утверждена церковь, которая формировалась в этот период. Но после того, как Писание было завершено, пророчества в этом смысле прекратились. Тем не менее, пророческое служение осталось так же актуальным, как и всегда. Теперь оно выражается в точном и глубоком понимании Слова Божьего, которое написано, и в практическом применении его к жизненным ситуациям. Вот почему Слово нужно изучать, дорогие мои. Вот почему его нужно знать не просто цитатами, его нужно знать глубоко, хорошо, точно, не для того, чтобы заниматься академическими упражнениями, дорогие. Нет, Слово дает нам силу. Почему? Потому что оно открывает Божью волю. К великому сожалению, мало людей сегодня занимаются этим. Наверное, большая часть христиан, или людей, которые называют себя христианами, они безразличны, они просто почитывают Библию, они не имеют убежденности в ней, они не ищут Божьего откровения. Есть еще одна большая категория людей, большая группа людей – это те люди, которые, устав от такой безразличной жизни, они пытаются найти пророчества, идя на поводу тех людей, которые представляют себя пророками сегодня. Очень много, к сожалению, за последнее время появилось, их было и так до того, а за последние недели или месяцы еще больше стало. И с ними очень много разных скандалов. На прошлой неделе в газете «Нью-Йорк Таймс», это известная газета здесь в Соединенных Штатах, была большая статья по поводу пророков вообще. И эта статья говорит о том, что христианство пережило или переживает глобальное поражение, потому что их пророки оказались, ошиблись, оказались неправы. Один очень известный здесь в Америке, так называемый Джеремайя Джонсон, пророк, который пророчествовал, и вместе с ним десятки пророчествовали о том, что президент Трамп будет президентом на второй срок. Об этом говорилось, об этом трубилось. Ну, в конце концов, уже после того, когда президентом стал другой человек, вот этот Джеремайя Джонсон, один, кстати, из всех, он публично извинился, что он ошибся. Ну, это хорошо, конечно, благородно с его стороны. Один из многих, который это сделал, что публично извинился, что он ошибся. Но, к сожалению, это не изменяет его положение. Дело в том, что в Ветхом Завете Бог воспринимает авторитетность своего слова настолько серьезной, что всякого, кто дерзает говорить от его имени, он говорит, что если человек говорит от имени Господа, и это не сбудется, то в этот человек объявляли лжепророком, и его должны были побить камнями. Вот так серьезно Бог относится к авторитету своего слова. К великому сожалению, мы встречаем сегодня очень многих людей, которые вот так вот абсолютно безапелляционно провозглашают, так говорит Господь, и говорят какие-то вещи, которые не сбываются. Как я уже сказал, вот эти две категории есть людей, люди, которые безразличны к откровению, люди, которые бегут за псевдо-откровением, но есть третья, истинная категория, правильная категория людей сегодня, которые изучают Священное Писание, и не просто изучают, они изучают его для того, чтобы твердо стоять перед сильными миросю. Совсем не обязательно это люди, которые имеют академические степени. Я помню себя 18-летнего, или может быть 19 мне было так. Я помню, когда я учился в технике, у нас был такой класс обществоведения, социология, наверное, на сегодняшний лад, это будет. Это класс, где в наибольшей степени нас бомбардировали коммунистической идеологией, в нас буквально ее вбивали коммунистическую идеологию. И эта преподавательница, которая понимала, знала, что я верующий, она делала особенный акцент. Практически каждый урок, это был диалог между ею и мной. И она это делала на протяжении всего семестра. В конце концов, когда я пришел на последний экзамен, я был молодой человек, я не был гигантом веры. Но я знал одно, я точно знал, что Библия права. И поэтому все то, что противоречит Библии, не может быть правильным. На последнем экзамене у нас состоялся такой сорокаминутный диалог, класс сидит, слушает. В конце концов, она заканчивает следующим этот диалог. Она говорит, конечно, за знание я не могу тебе снизить оценку, такая благородная женщина попалась. Но за убеждение оценку тебе поставит жизнь. Это был 1982 год. Буквально через несколько лет Советский Союз начал распадаться, и еще через несколько лет вся эта коммунистическая идеология рухнула совершенно. Жизнь действительно поставила оценку. В это время было быстро сравнительно. Кому-то приходится ждать немножко дольше. Но всякий человек, который знает Писание, который убежден в нем, этот человек всегда будет стоять твердо. То же самое сегодня происходит вокруг нас. Разные антибиблейские идеологии, которые сегодня буквально бушуют вокруг нас, она не должна смущать людей, которые доверяют Священному Писанию. Итак, это второй элемент, который мы видим в жизни Иосифа. Что происходит с человеком, который является участником Завета? Что происходит с человеком, когда с ним Бог? Во-первых, это будет успех. Во-вторых, будет Божье водительство. Человек, знающий Божье Слово, он будет твердо стоять в своей жизни. Третье – это влияние. Это еще один очень яркий такой элемент. Жизнь упования на Бога и жизнь доверия Богу оказывает сильное влияние на неверующих людей вокруг нас. Мы часто думаем, что для того, чтобы завоевать сердца неверующих, нужно как-то идти на компромисс, для того, чтобы как-то говорить с ними на одном языке или еще какие-то вещи, мости какие-то строить. Но в действительности нет. Эти люди очень внимательно наблюдают. А есть ли в этом верующем человеке действительно что-то такое, чего нет у них? И вот единственное, что есть у нас – это твердая убежденность в истинности Божьего Слова. Это ясное доверие Господу. Когда верующие ходят в присутствии Божьем, когда они настолько убеждены в истинности Божьего Слова, что готовы ради этого подвергать себе неудобствам, страдать и даже умирать, это не остается незамеченным вокруг. Окружающим становится понятно, что эти люди, они имеют дело с реальным Богом. Совсем не обязательно все вокруг нас становятся верующими, но эти люди открывают реальность Бога. Так было в истории Иосифа. Посмотрите, 37 стих. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, и дальше смотрите, в котором был бы Дух Божий. Вот он еще до того, как говорит о том, что Иосиф мудрый, фараон неверующий человек, язычник. Этот фараон, соприкоснувшись с Иосифом, увидев его жизнь, услышав, что он говорит, этот фараон, он видит в Иосифе Божий Дух. И дальше говорит, так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Вот заметьте, для Иосифа это было очень важно подчеркнуть, что это не его, это Божье. И это видит фараон, и это фараон признает, для него это становится реальностью. Мы нигде не считаем, что фараон стал верующим. Скорее всего, нет. Но вот то, что стало очевидным для фараона, помните, Бог много раз позже говорил через пророков, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что я Бог и нет иного. Вот это то, о чем здесь говорится. Это то, для чего Господь посылает нас сегодня, совершенно необязательно, что все люди, с кем мы встречаемся, станут верующим. Но если мы живем так, как живут люди завета, если мы живем так, что Божье присутствие в нашей жизни становится очевидным, вот тогда будут люди говорить. Это человек, в котором Божий Дух. Отвечая фараону, вернее, Иосиф, фараон признает Божью значимость. Дальше говорит, ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараону Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землей египетской, и снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и одел его в весонные одежды, и возложил золотую цепь, ношу ему, велел ввести его на второе из своих колесниц, провозглашать перед ним, преклоняйтесь, поставил его над всей землей египетской, и сказал фараону Иосифу, я фараон, и без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. Заметьте, фараон возвышает Иосифа, но Иосиф ясно понимает, что его успех не в этом, а его успех в том, что сказал фараон до того. Фараон увидел, что с ним Господь. Этим должны отличаться христиане. Так было у Иисуса Христа. Помните, его верность Отцу была настолько очевидной, что даже Никодим приходит ночью и говорит от лица начальника иудейских, говорит, мы знаем, что ты человек, пришедший с небес, ты человек, пришедший от Бога. Вот это реальность. Так было у апостола Павла. Помните, его отношение к Слову, его отношение ко Христу, его отношение к проповеди Слова, они вызывали уважение у власти мущих. Помните, царя Гриппа, познакомившись с Павлом, помните, что он сказал? Он говорит, ты немного не убеждаешь меня сделать сокхристианин. То есть эти люди с уважением относятся к верующему человеку, потому что они видят эту реальность Божьего присутствия. Об этом писал апостол Петр. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. Увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Друзья, мы призваны жить Божией жизнью настолько, чтобы люди, окружающие нас, могли видеть реальность Бога. Это самое значимое свидетельство. Немного ниже, в 3 главе апостол пишет, 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. То есть относите к Господу, относитесь к Нему так, чтобы вы всегда были готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Относитесь к Господу так, чтобы у людей возникли вопросы. Об этом писал Моисей. 2 Закония, 4 глава, 5 стих. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, чтобы вы так поступали в той земле, в какую вы вступаете, чтобы овладеть ее. И так храните и исполняйте. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о этих постановлениях, скажут, только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный. Кстати, фраза «мудрость ваша и разум» – это один в один фраза, которую Моисей использует, когда передает слова фараона, характеризующего Иосифа, что мы не найдем человека такого мудрого и разумного. Вот здесь отражение этой мудрости. В этом наше призвание, друзья. Зная Бога через Иисуса Христа, мы призваны к тому, чтобы открывать Его реальность людям, которые вокруг нас. В этом суть христианского влияния. И четвертый элемент, очень коротко мы на нем остановимся. Мы говорили о том, что когда с нами Бог, Бог дает успех, у нас есть Божье водительство, есть Божье Слово, которое мы изучаем, мы погружаемся в Него, оно дает нам твердость, оно дает нам уверенность, убежденность, оно дает способность уверенно жить в мире, будучи светом для окружающих нас людей. Это оказывает влияние. Кто-то приходит к Господу, кто-то просто знает, что был пророк, что был человек Божий здесь вокруг. Есть четвертая вещь, которая очевидна у Иосифа, это вечный плод. Успех Иосифа, это, пожалуй, главное. Успех Иосифа определялся не только его влиянием и Божьим водительством. Он еще в большей степени определяется его участием в достижении целей, которые имеют вечную значимость. Причина, почему подробно приведена эта история Иосифа здесь, заключается не столько в том, что было с Иосифом тогда, а столько в том, что вот эта жизнь Иосифа, она послужила звеном в большой цепи событий, которые привели к искуплению человечества. Это одна из главных причин, почему эта история здесь. 45 стих мы читаем. «И нарек фараону Иосифу имя Сафнаф Пинаах, дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской, Иосифу было 30 лет от рождения, когда он пристал перед лицом фараона царя Египетского. Вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле Египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле Египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба много, весьма много, как песку морского, так, чтобы перестали и считать, ибо не было счета». Здесь говорится о том, что Иосиф верно исполняет свои обязанности, которые на него возложили. Божье слово исполняется, очень точно. Были созданы, создаются условия, благодаря которым семья Иосифа будет спасена. И не просто будет спасена, а семья Иосифа переберется в Египет, потому что с Египтом будет связана дальнейшая история Израиля в большом смысле. Но посмотрите следующее, что говорит здесь Моисей. Пятидесятости. «До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которая родила ему осенефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского, и нарек Иосиф имя первенцу Монасия, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, «Бог сделал меня плодовитым, в земле страдания моего». Очень важная деталь этой истории. Сегодня мы говорили о том, что вот родился еще ребеночек. Мы сегодня говорили о молодых парах, которые вступают в брак. Сегодня вечером у нас будет девять здесь детей, которых мы будем молиться, будем благословлять их и родителей их. Мы говорим о этом явлении, когда люди дают имя своим детям. Так вот, в то время имя было связано с какой-то значимостью. Не просто, ну вот у всех уже Джона есть, давай какой-нибудь будет у нас Иона, или какой-нибудь другой, что-то такое замысловатое. Нет, Иосиф поступал не так. У него была другая цель. Вот имя Монасии и имя Ефрем. Каждый раз он обращается к своему ребенку, Монасии, Ефрем, и он каждый раз о чем-то вспоминает. О чем вспоминает? Первое, Монасия, это слово, которое использовали для того, чтобы охарактеризовать облегчение после большой беды. Слово «насай», еврейское слово, говорит «лифтап» или «поднять», «убрать», чтобы Бог снял бремя какое-то. И когда Иосиф называет Монасия, когда он говорит к своему сыну, он всегда вспоминает, что Бог провел меня через трудности и дал мне облегчение. Он утешил мое горе. Кстати, этим именем называли в то время, часто называли ребенка, который рождался после какой-то смерти, когда умер кто-то очень близкий. И вот рождается ребеночек, и этот ребеночек утешение после, может быть, первый ребенок умер. И вот второго называли Монасия для того, чтобы подчеркнуть, Господь дает утешение. Это первое. Второе имя еще более интересное. Имя Ефрем означает «плодородная земля», по сути. То есть, когда Иосиф называет своего сына Ефремом, он говорит, «Господь Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Эта плодовитость не в смысле того, что у него много детей. У него только два сына. Мы не читаем о большем каком-то. Иосиф понимает, что когда Бог провел ее через эти трудности, он сделал это не зря. Он сделал его способным принести плод, быть очень эффективным. Иосиф видит, что он участник Божьего великого дела. И это его радует. И он хочет об этом вспоминать каждый день, когда он обращается к своим детям. Монасия, Ефрем. Он постоянно вспоминает то, что Господь с ним сделал. Ефрем подчеркивает, это имя Ефрем подчеркивает, что Бог провел меня через трудности и сделал мою жизнь плодовитой. Как я уже сказал, плодовитость жизни Иосифа заключалась в том, что он стал Божьим инструментом, который спас жизнь всей своей семьи. И мы будем об этом говорить в следующий раз. То есть, вся его семья не погибла от голода. Во-вторых, вся его семья переселилась в Египет. Египет стал как бы инкубатором, то есть местом, где они размножились. Их 70 человек было, когда они переселились в Египет, и когда они уходили из Египта, их было более 2 миллионов. Кроме того, Египет нужен был для того, чтобы была Пасха, чтобы была утверждена Пасха, которую праздновали на протяжении всей истории. Кроме того, Египет нужен был для того, чтобы показать символическое освобождение, которое Мессия совершит однажды, выведя нас из рабства греха, так же, как Моисей вывел народ израильский из Египта. И вот все это стало возможным. Благодаря Иосифу. В последних стихах Моисей отмечает начальную часть плодотворности Иосифа. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе и сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу». И делайте, что он вам скажет. «Был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усилился в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Друзья мои, история Иосифа – это история верующих людей. Указывая на Христа, как на начальника и совершителя веры, она помогает нам увидеть практическое выражение веры в нашей с вами жизни. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы обобщить то, о чем мы говорили, и сделать несколько конкретных выводов. Когда с нами Бог? Когда мы участники Божьего Завета? Во-первых, мы будем иметь успех. Да, жизнь нас может бросать разные обстоятельства. Они часто могут складываться как-то неблагоприятно, нам кажется, но мы будем иметь успех во всяком деле, который мы делаем. Второе. Мы будем иметь убежденность и уверенность, исходящую из Слова Божьего. Вот это крайне важное благословение участников Завета. Третье. Если первые два верно, тогда мы будем иметь влияние на окружающих нас людей. Церковь – это свет. Церковь – это соль. Церковь обязательная. Для этого не нужно нам средства массовой информации. Для этого не нужно нам какие-то позиции и положения в мире. Мы будем иметь успех. И самое главное – наша жизнь будет плодотворной. Мы станем соучастниками Божьего величайшего дела в принесении вечного плода, спасении души, созидании церкви, что будет праздноваться в вечности присутствии самого Бога и всех спасенных с Ним. Мы склонимся сейчас на наши колени и преклонимся перед Господом, и помолимся Ему, и поблагодарим Его за этот завет. Господи, благодарим Тебя за Твой завет, за то, что Ты снизошел к нам людям. Мы совершенно недостойны этого. Мы слабые, немощные, грешные. Но Ты помиловал нас. Ты протянул Свою руку к нам. Ты послал Своего Сына Единородного на Голговский крест для того, чтобы Он там на кресте принес жертву, которая сделала нас детьми Твоими. Мы благодарим Тебя за то, что благодаря этому завету Ты с нами. Ты не просто присутствуешь здесь на земле, Ты не просто присутствуешь в нашей жизни, но Ты с нами, как со Своими детьми. Ты ведешь нас, Ты поддерживаешь, Ты направляешь, Ты обличаешь, Ты исправляешь, Ты наказываешь. Но Ты с нами. Мы благодарим Тебя за этот завет. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в нем мы можем быть успешными. И мы просим Тебя, Господи, помоги нам в этом. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, за всех детей Твоих, Господи. Мы нуждаемся в том, чтобы видеть успех Твоими глазами. Господи, помоги нам быть инструментом Твоим. Помоги, Господи, делать все, что мы делаем от души, как для Господа, для того, чтобы Ты наполнил нас собой, и Ты достиг своих целей. Господи, помоги нам быть убежденными в Твоем слове. Помоги его знать хорошо. Помоги верить в него. Помоги понимать, что оно в действительности выше, сильнее, прочнее, вечнее, чем любая другая человеческая идеология. Какой бы значимой она ни казалась, как много бы людей в нее не верили. Помоги, Господи, нам сегодня любить Твое Слово и ценить его, понимая, что действительно оно освещает и оценивает жизнь единственно, точно и верно. Благослови нас. Благослови каждого. Я прошу тебя, особенно за молодых людей, которые встречаются с этим в университетах, в колледжах, где-то в школе, в самых разных обстоятельствах. Дай эту глубокую убежденность. И помоги, Господь, чтобы все это делало нас людьми влиятельными, способными оказывать Твое просвещающее, освещающее, оживляющее влияние на людей, которые вокруг нас. И самое большое, Господи, помоги, чтобы каждый из нас мог иметь наслаждение в том, чтобы быть участником созидания Твоего вечного плода. Благослови нас в этом. Чтобы души через нас спасались. Чтобы Церковь утверждалась. Чтобы дело Твое расширялось. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.